В пятницу был Всемирный день борьбы против рака. И в Приднестровье как раз в эти дни заработал проект, которого давно ждали и анонсировали. Наших пациентов начали по удаленке консультировать и лечить московские и кишиневские онкологи. Они также помогают нашим врачам внедрить новые наработки и протоколы лечения. Онлайн-консилиумы помогают пациентам из Рыбницы и Каменки лечиться дома. Даже в Тирасполь на консультацию теперь ехать не нужно, а тем более в Москву. Как работает телемедицина. Сюжет Светланы Мартынюк. Это видео не для слабонервных. Так выглядит рак. Вот это вот все, это все по кругу, такая неизмененная. Это все вот. Это все рак. То есть это рак в кишечнике, правильно? В прямой кишке, да. В этот понедельник в кабинете эндоскопии Центра Медин был поставлен антирекорд. У троих из четверых, пришедших на обследование, нашли онкозаболевание. Врачи заметили, в последнее время все чаще рак выявляют у переболевших ковидом. Большое количество пациентов, пациентов в возрасте попадает на лечение в ковид-госпитале. Как мы все знаем, это необходимо. Пациентам в таких случаях назначают кроверазжижающие препараты. Это очень часто приводит к тому, что опухоль кишечника, если она есть у пациента, да, начинает кровить. То есть это в какой-то степени, можно сказать, помогает проявить эту опухоль. Крошечная камера с фонариком на конце гибкой трубки. Это гастроскоп. Его вводят в желудок через пищевод. По желанию, процедуру делают под наркозом. И вот доктор изучает внутренний мир пациента. Картинка на экране. Можно вот на моей ладони? Конечно. Что сейчас? Изображение у нас максимальное. Позволяет выявлять полипы размером от 1 мм. На гастроскопию направляют при тошноте и болях в животе. Такое исследование раз в 5 лет показано всем, кому больше 40. Ну или если у кого-то из родных был рак. За полтора года в нашем кабинете выявлено 24 случая рака желудка и пищевода. Это был рак на ранней стадии? К сожалению, нет. Идти к врачу и проверяться только, когда уже заболит. Или еще немного потерпеть в страхе, что доктора уж точно найдут что-то нехорошее. Такое отношение к своему здоровью у наших людей нужно менять. С этого года в Приднестровье будут проводить бесплатные онкоскрининги. Это обязательный медосмотр с одной целью – найти рак как можно раньше. Первый скрининг – это экспресс-тест на скрытую кровь. Он как раз и выявляет риск рака желудка и кишечника. Тест нужен и мужчинам, и женщинам после 45 лет. Раз в два года. Еще один скрининг для профилактики рака груди. Он по-прежнему лидирует в онкостатистике. Всех женщин старше 50 раз в два года будут приглашать на маммографию. Ну а женщины старше 20 лет также раз в два года смогут бесплатно пройти цитологический. Его еще называют ПАП-тест на предрасположенность к раку шейки матки. Его проводит гинеколог во время осмотра. Мы находимся в онкодиспансере в Тирасполе. Прямо за этой дверью сейчас в кабинете главного онколога Приднестровья идет онкоконсилиум. Самые сложные случаи рассматривают врачи из Приднестровья, из отдаленных районов, из Каменьки и Рыбницы. Специалисты из Кишинева. И еще к ним присоединились и врачи из российской клиники, из Москвы. Нам разрешили посмотреть, как это происходит. В обычном смартфоне по удаленке лучшие онкологи, хирурги, рентгенологи. Врачи говорят на своем языке. При лиминальном Б идет 4 красных и 4 токсаны. Речь о химиотерапии. Что делать дальше? Менять препарат, оперировать или нет? Повторно отправить материалы на гистологический анализ, чтобы уточнить диагноз. Решения принимают вместе. Сказалось бы, ситуация стандартная. Нужна химиотерапия. Но сейчас онкология идет вперед. Очень много подтипов опухоли. И каждый подтип опухоли ведется индивидуально. Поэтому, конечно, для этого и представляются пациенты на консилиум. За 40 минут 14 историй болезни. Вернее, историй борьбы за жизнь. Наши врачи и раньше созывали такие консилиумы. Слушали мнения зарубежных коллег. Теперь по инициативе правительства телемедицина стала обязательной. С начала года это уже четвертый консилиум в онлайне. Недавно обсуждали лечение пациентки со сложной гистологической опухолью. То есть там была первично сомнительная опухоль. Либо это опухоль яичника, либо это мезотелиома брюшины. То есть это был неоднозначный гистологический диагноз. Подобрали ей наиболее оптимальный режим лечения. Пациентка начала проходить химиотерапию. И сейчас планируется в ближайшее время контрольное обследование. Анастасия Мочалова, практикующий онколог из Москвы. В Приднестровье доктор была осенью. Проводила консультации. Участвовала в медконференции. Заведующая огромным отделением химиотерапии Московской клиники будет учить наших будущих медиков. Я являюсь сотрудником кафедры хирургии и онкологии Приднестровского университета. Сейчас мы пока согласовываем план лекционных мероприятий. И я думаю, что более эффективным будет именно погружение этих молодых докторов непосредственно в онкологические консилиумы и параллельно прослушивание лекционных курсов. После курса в химиотерапии при полном регрессе стоит оперировать или нет? Что-то у нас тут дебаты. Только что завершился онлайн-консилиум с онкологами. И сейчас на связи еще специалист из Каменки. Это онколог Каменского района. Я правильно понимаю, что ваши пациенты теперь не приезжают в Террасполь или куда-то к другим врачам. Они могут, будучи на месте, получить консультацию из России, из Молдовы, всех специалистов. Совершенно верно. Развежде всего, врач имеет возможность представить в них консилиум. И в результате совместного обсуждения вырабатывается единая тактика лечения, что облегчает ситуацию, прежде всего, для врача на местах. Российские врачи отмечают диагностика и лечение рака в Приднестровье на должном уровне. Если необходимую процедуру нельзя сделать здесь, пациента приглашают в Москву. А вот МРТ можно сделать в Приднестровье. В медицинском центре Медин проводят до 30 обследований в день. В год – 5000. И каждый день обнаруживают рак. Часто уже на третьей-четвертой стадии. При исследовании этого отдела позвоночника выявлены множественные метастазы. Вот они были такие гипоинтенсивные, то есть темные участки, с тотальным поражением первого поясничного позвонка. Он был до обследования, он выявлен рак в рессательной железе с метастазами позвоночника. Лечить рак можно и нужно на любой стадии, говорят врачи. А еще лучше регулярно обследоваться. Для женщин золотой стандарт – это маммография каждые два года после 40. В Медине ее проводят на цифровом 3D-маммографе. Каждый день что-то находится, либо подозрительный микрокальцинат, либо сами образования. Аппарат может найти образование размером с горошинку. Его не увидишь на УЗИ, а опухоль нередко бывает злокачественная. Рентгенолог цитирует типичный диалог с пациенткой в этом кабинете. Она говорит, ну я нашу полуополотнение. Я говорю, ну вы куда-то обращались? Нет, я боялась. А вдруг что-то найдут? В октябре прошлого года к нам приезжали российские онкологи. Мы снимали об этом сюжет. Тогда озвучивали цифры. В Приднестровье диагноз «рак» был у 11 700 человек. Эти цифры постоянно меняются и не в лучшую сторону. Сегодня раком больны уже 12 с лишним тысяч приднестровцев. Десятки из этих случаев можно было предотвратить, если вовремя обратиться за помощью. Светлана Мартынюк, Михаил Нестеровский, Андрей Овчинников. Отражение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова